На первом канале новости. Здравствуйте. Теракт в Москве. Около трех часов дня на Тушинском аэродроме, где сегодня проходил рок-фестиваль «Крылья», две террористские смертницы привели в действие взрывное устройство, каждое примерно по полкилограмма трассива. По данным, которые сообщил министр внутренних дел, Борис Грызлов погибли 16 человек. Пострадали около 20. По данным московских медиков, 20 человек погибли, 40 ранены. На месте происшествия находится наш корреспондент Роман Мельник. Роман, какие подробности происшествия известны и что происходит сейчас? Жанна, мы находимся сейчас в Тушино, где несколько часов назад прогремели два взрыва. По нашим данным, около 15 часов, две женщины-смертницы пытались прорваться, проникнуть непосредственно на фестивальное поле. Но были остановлены сотрудниками милиции. Очевидно, для досмотра что-то в их внешности не понравилось сотрудникам милиции. И когда смертницы поняли, что непосредственно на фестивальное поле им не проникнуть, они привели взрывные устройства в действие. Пока, по уточненным данным, погибли 16 человек, более 40 получили ранения. Надо сказать, что если бы террористы сумели довести свой замысел до конца и пройти на Тушинское поле, где к этому моменту собралось уже около 15 тысяч человек, то жертв было бы, конечно, неизмеримо больше. Наша съемочная группа оказалась на месте происшествия буквально через несколько минут после взрывов. Мы говорили с очевидцами этого теракта, и вот что они рассказывают. Мы ходили где-то примерно метрах в 50, но может быть, в принципе, сложно было определиться. Очень была плотная толпа народу. Это было совсем рядом с рынком. Произошел взрыв достаточно глухой. Мы видели, как очметки полетели вверх, там, ну, обрывки одежды или мусора, непонятно. Мы предполагаем, что это урна была, похоже на то. Потому что вверх как бы все пошло, все очметки. И потом тут же милиция разогнала всех людей. Мне как удалось увидеть, люди лежали... Человек-15 там лежало прям в куче. Там в куче, потому что толпа была, видимо, очень срокная. Кто-то ходил там, я видел там, девушка раненая, она бегала, плакала, орала. Видел... Да много чего там лежало. Там лужи вообще пройдут. Учеб, кто лежал, не подвезут. Ну, они... Человек-15. Человек-15. Выходили из магазина, и такой хлопок. Все нагнулись, аж в магазине. Вышли, что тут лежит, что дымит. Огонь горит, вертолет прилетел, и все. Как взрыв произошел, в течение пяти минут прилетел вертолет, вот сел на площадь. Да, две пожарные машины приехали, и ну все. Так, чтобы ничего не видели, но услышали. Когда первый теракт произошел, мы находились в основном буквально метров десяти от этого. От входа, когда со стороны другого входа запускали, метров 15-20 вот так находились. И просто произошел хлопок такой. Все подумали, что, типа, что-то петарду взорвали или что-то такое, а потом уже смотрят, все побежали с той стороны. Там просто, говорится, одного ранило, и уже смотрим, там девушка лежала мертвая. А потом уже все пошли, и в другой ход давай отходить. Отошли, и минут где-то через двадцать уже просто-напросто в другой ход. Я была метрах десяти от первого входа, когда произошел тоже первый взрыв. Но мы уже стояли с билетами, но ничего нет, и солдаты сказали, подождите, здесь ограничен вход, пройдите к тому входу. Мы подходили ко второму входу, и раздался очень сильный, сильнее в раз в десять, двадцать, тридцать взрыв, и все закричали, полетел вертолет. Роман, я хотела уточнить, что взрыв произошел не на территории концертной площадки, где сегодня проходит рок-фестиваль «Крылья», а на лесевом рынке у билетных касс. Скажите, я знаю, что сейчас на месте происшествия находится руководство Москвы и силовых ведомств. Какие заявления делаются? Да, совершенно верно. Место происшествия было мгновенно отцеплено милицией, которая, кстати, продолжает пребывать. Здесь я вижу и конную милицию, и кинологическая служба работает, и ОМОН подъехал на нескольких грузовиках. Движение по Волоколамке до сих пор перекрыто. На месте работают эксперты-криминалисты, им, кстати, удалось уже установить, что общая масса взрывных устройств около килограмма тратила, и для увеличения поражающей способности взрывных устройств, они были начинены шариками из подшипников, и кусками железа. Действительно, здесь на месте уже побывали и министр по чрезвычайным ситуациям Сергей Шойгу, и министр внутренних дел Борис Грызлов, и мэр Москвы Юрий Лужков, и вот что они заявили. 14.45.15.00. Женщины-смертницы взорвали так называемые пояса шахидов на себе. В результате на текущий момент погибло 16 человек, я не считаю шахидок, 20 человек направлены в больницы с ранениями. Действия ГУВД Москвы были нацелены на то, чтобы не пропустить на место проведения массовых мероприятий, на Тушинское поле, где сегодня проводится большой концерт людей, которые могли с тобой пронести какие-либо предметы, с помощью которых можно было провести террористические акты, либо это огнестрельное оружие, либо это холодное оружие, стеклянную тару и так далее. В результате ОМОН московский выполнял свою миссию и шахидки поняли, что им через контрольный пункт милиции не пройти и произвели взрывы, не доходя до Тушинского поля. Если бы они смогли попасть на поле, то последствия были бы гораздо более серьезными. До проведения мероприятий стадион был проверен на наличие взрывных веществ, на стадионе их нет. Постепенно концерт, который намечен был сегодня до 22 часов, будет прекращаться. На стадионе находятся более 20 тысяч зрителей, поэтому мы намерены провести медленную эвакуацию зрителей, чтобы не было создано условия для паники и для каких-либо последствий, связанных с давкой. А личность установлена? Вы же видите эти хахидки, я уже сзади. Есть паспорт одной из хахидок, он остался, находится сейчас уже у следственной группы. В местах массовых мероприятий, это имеются в виду вещевые рынки, это имеются в виду зрительные залы, театры, кинозалы. Сейчас усилена проверка и обеспечивается контролируемый доступ зрителей на места массовых мероприятий. Обе хахидки погибли. У одной хахидки поезд этот не полностью сработал, в результате чего в окружении этой хахидки было три человека ранено, а у другой он сработал в полном объеме и основное количество жертв появилось около второй хахидки, которая взорвала себя недалеко от главного входа в пропускной пункт. Роман, я хотела уточнить, мэр Москвы Ерелушков сказал, что поезд одной из женщин-смертниц не взорвался до конца, и там еще, видимо, осталась взрывчатка. Какие-то меры предпринимаются для того, чтобы обезвредить эту бомбу? Да, конечно, здесь работают саперы, которые, я уверен, уже обезвредили этот поезд и увезли его. Ну а сейчас постепенно машины скорой помощи, которые забирали место происшествия раненых, уступают место автобусом. Сотрудники ГИБДД формируют колонны для того, чтобы, как говорил министр внутренних дел, начать мягкую эвакуацию, постепенную, для того, чтобы не создавать паники. Ну а правоохранительные органы сейчас разыскивают белую газель со Ставропольскими номерами, в которой, по предварительным данным, мог находиться организатор этого теракта. Роман, хотел вас поправить. Московская милиция заявляет, что эта газель не имеет отношения к теракту. Спасибо, Роман Мильник в прямом эфире с Тушинского аэродрома. Президенту постоянно докладывают о ситуации вокруг Тушина. Глава МВД Борис Грызлов поручил вести оперативное следствие своему первому заместителю Рашиду Нургалееву. На месте происшествия следственные действия возглавил генпрокурор Владимир Устинов. Возбуждено уголовное дело по статье «Терроризм и умышленное убийство». И вот о паспорте, о котором уже говорил глава МВД Борис Грызлов, у одной из погибших террористок обнаружен паспорт на имя Залихан Ильихаджиевой, 83-го года рождения, уроженки чеченского села Курчилой. Итак, по разным данным, в результате теракта ранены от 20 до 40 человек. Пострадавших увезлись в 5 столичных клиник. Первую Градскую, 33-ю, 36-ю и 37-ю городские больницы, а также в Институт имени Склифосовского и клинику имени Боткина. Наш корреспондент Людмила Моисенко находится в Боткинской больнице. Людмила, вы слышите меня? Людмила, в каком состоянии пострадавшие, насколько серьезны ранения? Да, Жанна, мы продолжаем работать здесь, в Боткинской больнице. И по нашим данным, здесь сейчас 12, а точнее 10 пострадавших, потому что двое молодых людей, это Сергей Коршунов и Алексей Юдениев, они выписались. Им разрешили врачи уйти, потому что, ну, они пострадали, скажем так, не очень сильно. Вообще же, надо сказать, что в Боткинской больнице тяжелых нет. Это в основном молодые люди от 16 до 25 лет. Я видела ребят, они, конечно же, в шоке, но им уже оказана необходимая медицинская помощь. Врачи пока отказываются от комментариев. Единственное, что они нам сказали, что у пациентов, которых привезли в Боткинскую больницу, все будет в порядке. Надо еще сказать, что здесь, в Боткинской больнице, сейчас собралось очень много родственников. Все они ищут своих. Дело в том, что многие сейчас не могут дозвониться до тех, кто был на концерте. Вот. И администрация больницы, она вот буквально несколько минут назад вывесила список пострадавших. И я вот сейчас могу, вот мне передали фамилию, я могу их прочитать. Это Михайлина, Смоленинова, Агапова, Балдина, Юденков, Зоткина, Плотников, Рогозин, Емельянов, Коршунов, Дедюля и Селимонова. Итак, эти пострадавшие, эти пострадавшие находятся в Боткинской больнице. Да, эти пострадавшие сейчас находятся в Боткинской больнице. Спасибо, наш корреспондент Людмила Моисенко из Боткинской больницы Москвы. В департаменте здравоохранения столица открыта горячая линия, по которой можно узнать последнюю информацию о пострадавших. Номера телефонов 251-8300, 251-8300 и 251-4503. Код Москвы, напомню, 095. Никто из тех, кто находился на самом концерте, не пострадал. Напомню, что на концертной площадке в момент взрыва находились примерно 20 тысяч человек. Большинство из них даже не слышали взрывов и, вероятно, не подозревают, что произошло. Именно это обстоятельство и позволило избежать паники. Сейчас к Тушинскому аэродрому подогнали несколько десятков автобусов для эвакуации зрителей. Первые 30 автобусов уже вывезли часть людей в сторону центра Москвы. Эвакуация, как сообщает этот артат, будет продолжаться примерно до 10 часов вечера. На это выделено примерно 200 автобусов. Ближайшая станция метро Тушинская оцеплена. Милиционер оповещает пребывающих пассажиров, что концерт отменен. Жутской поток движется от одного выхода метро к другому. И еще один телефон. Это номер бесплатной психолого-психиатрической помощи для пострадавших при чрезвычайных ситуациях. Это бесплатная служба при институте имени Сербского. Номер 201-7070. И последнее. Президент Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким погибших и всем пострадавшим в результате терактов в Тушино. Об этом сообщила пресс-служба главы государства. Как сообщалось ранее, президент был немедленно проинформирован о терактах и постоянно получает доклады от МВД, ФСБ и МЧС. Министр Грызлов и Шойгу, а также руководство Москвы представили информацию о мерах, предпринимаемых для оказания помощи пострадавшим и по усилению работы правоохранительных органов в Москве. Вот такова информация к этому часу. Следите за развитием событий на Первом канале. До встречи.